Так, сняли болты по кругу. Разрекаем, смотрим, что тут. Вот этот подшипник в любом случае под замену. Тут что-то не пойму, что по кругу. Может, отлазили, что-то наращивать пытались? Не пойму. Здесь вот крышки тоже лег, тоже большой получился. На сухую терла. Из-за этого... Колесо тоже снимаем. Выработка тоже на этой вот шестеренке промежуточной. Вот так вот, налет. Подшипник будем извлекать обратным молотком. Что здесь не пойму. То ли он проворачивался внутри корпуса. И сюда промывать, конечно, хорошенько. Стружку готовы. Там подшипник, прикинь, стоит обычный, без этого. Не закрытый даже на колесе. Посвящен оттуда. Открытый подшипник, вместо закрытого. Должен быть закрытый обязательно подшипник. Вот здесь вот, потому что пыль вся, пылеса, абразив. Будет забивать подшипник, разбивать его. Разу тут разбитый. Так, подшипник мы извлекли из картера. Видим здесь посадочные, ушатанные. Новый подшипник откупили. Он болтается. Будем что-то делать, наплавление, напыление, что-то снаружи. Будем колдовать. Как выпить этот подшипник. Он там внутри, то есть, как-то, трудно будет его извлечь. Берем обратный молоток. Вот я сделал такой вот. Вот мы исполняем шпилька с такой вот пяточкой. Все вот туда вот заводим. Так раз. Оно вот цепляется уже за нижний край. Если надо будет, там, как, не знаю, как вы, запилите. Вот сюда вот маленечко можно сделать, как конусочек. То есть, какой-нибудь законусечек. Так, ну и все, в общем. Вот так вот поджимаем. И вот груз. И вот как вот, как молотком, вот так вот выбиваем оттуда. Оп, оп, называется обратный молоток, как бы. То есть, вот, вот так, типа раз, опа, ну, выбиваем оттуда. Вот, такого плана. В общем, наэксперимизируйте. Я думаю, получится все нормально. Вот так вот это зацеп. Как раз, оп, и выбиваем. Так, вот момент. Взяли подшипники все на редуктор. То есть, этот меняем. Там вот с той стороны. Со стопорной подступки. Отсюда подшипник извлекли. Сейчас будем ставить его на место. Вот новый взяли. Здесь вот стопорное кольцо ставим. Вот у нас здесь лежит стопорное кольцо. Подшипник на место ставить. То есть, тот мы выбили с той стороны. То есть, там вот ударили, по обойме вылезло. Этот, короче, ставим так, сюда. Мажем все маслицем, смазываем изначально. То есть, вот здесь сейчас все протрем. Маслицем новым смежем, смажем. Ищем подходящую втулку вот по наружному диаметру. Можно использовать, в принципе, я думаю, старый подшипник. Чтобы вот основное, то есть, постукивание, то есть, вот на эту часть происходить не на центральную обойму, чтобы на нее не убить раньше времени. То есть, думаем. И потихонечку постукиваем. Забиваем туда. Вот на втулку. Вот под эту, под наружную обойму. Подойдет вот этот, оп, то есть, для начала нам хотя бы он оживить. Сейчас вот чуть-чуть, чтобы смотреть, чтобы не повредить вот эти края. То есть, она там потом уже стареньким подшипником можно будет еще туда вот углубить. Что-то плохим подшипником добиваешься, да? Да, ужасно. Когда последки уже. Нам нужно, чтобы получилось вот, появилась эта канавка от стопорного кольца, посадить его до конца. Нам еще маленькое надо. Еще чуть-чуть надо, да. Вот такие вот специальные печки. Им намного удобнее все сделать. Стопор поставили. Сейчас посмотрим, как он установил. Так, и так. Будем менять подшипник. Вот нашли подходящий. Только здесь открытый и закрытый. В общем, одну сторону вот так вот вскроем. Вот это вот внутреннее. Вот это закрытие. Так, сальник-то тоже будем менять. Потому что здесь он как-то, видно, болтается. Что-то грязное был сырой. То есть, вот сальник. То есть, оригинальный тоже, нюхоговский. Будем тоже менять так же. Так, для начала, как мы это делать будем. Вот здесь вот место... Ага, под воду. Да, оно само пошло. Опа. Вал снялся. А так, по сути, хотели положить, постучать. То есть, вал. Так, чтобы какие-нибудь подложечки под алюминий делать, чтобы ничего не помять. Мягенькие. И так. Это сняли. Дальше, чтобы изюмлять подшипник. Так. Сальник ползу. Какое-то стопорное кольцо. Что он это вообще делает? На валу. Так. В общем, сальник сняли. Сейчас выбиваем этот подшипник. То есть, это старый подшипник. Он нам не нужен. Церемониться не будем. Сейчас вот так вот ложим. Подложим. Что-нибудь мягенькое деревяшки подложим. Выбьем вот этот подшипник. Потом вот этот, когда будем запрессовывать сюда. То есть, ищем что-то вот подходящее под вот этот диаметр. Можно, в принципе, я думаю, старым подшипником наложить. Потихоньку вот постукиваем. То есть, забить сюда. То есть, чтобы вот по наружу не обойм. Основная нагрузка была. Не по внутренней. Чтобы ее не разбить подшипник. Не повредить. И потом ставим сальник. Ставим на место опять вал. Вал отсюда тоже. Потихонечку постукиваем. Здесь бродочком должно все встать. Сальник. Маленько мы мажем герметиком. То есть, вставляем сюда тоже. Он должен встать легко. Вот как бы что у нас получилось. Видите, снова смазка. Новый подшипник сюда поставили. Все. Закрутили. Сейчас промываем. Будем что-то холдовать за другим подшипником. У нас там разбито посадочное место под подшипник. Вот по этому обойму. Нужно нам придумали, как мы сделать. То есть, хотели фольгу там, что-то придумать. Ну, вы, то есть, не смотрелись. Как бы вот метод есть, типа, накануть. Так, берем от батарейки корпус. Вот, плохой. В тряпочку его. Плюс. Это плюс в лесовой провод. Ну, электрохимический способ. То есть, лакаем кислоту в паяльную. Минус на подшипник. И... Задим покрытие. Сункуем. Обойму наружную. Продолжение следует. На первые попытки ты уже нанес на часть. Да. Тряпчик поджигает ее, да? Да. Переставляем маленько. То есть, смысл какой? Энтролит. Ну, гальванический способ. Опять мы кормим. Ну, сюда. Используем либо к метро, либо к питанию. Мы используем блок, да? Да. Зарядник. Так, смотрим результат, да? Подшипник у нас был на 30, да? Смотрим, да? 30 плюс десятка. Десятка мы... Поверни мне по-другому. Еще поверну. Десятку мы нанесли. Да? Это деление на... Первое деление сослось с этим... Десяточку на... На плавили. То есть, как раз, оно должно все подойти... В общем, вот. Вот на результат вот что. Покрытие, да? Опа. Вот здесь сколько надо, тоже десяточку на столе? Да, десяточку как раз мы сейчас ставим. И все должно подойти. Видим, да? Десятка прибавилась. Все, сейчас будем пробовать. Так, ставим. Вот эту обойму. Присуем вот. Нет, эту не трогаем. Вот по этой обойме потихонечку, то есть, штулочкой подходящей. Забиваем на место. Че, подширник встал, да? Прям четко не болтается? Да. Пойдет. Так, все встал? Да. Снимаем. Так, дальше. Подширник встал. Всталем. Так. Так. Чего не хватит? Чего не хватит? Опа. Рекло. Чего, валы разные толщины? Ну да, валы разные. Ты хотел обменять? Да, хотя валт у меня здесь переместный. Нужно свыркнуть чуть-чуть. Дается вставить этот вал. Встала. Теперь промежуточную ставим. На бараши? А видите, мы тоже разные. Тоже разные. Два раза. Так, ну и теперь ставим крышку. Так, здесь валы хоть не разные. Тоже разные. Кто-то не подойдет, скорее всего. Не подошло. Нет? Не ощущается. Ну, сейчас штангер померяем. Раз интереса. Да, видно. 21,5. Да, подходит. Такие же редукты. Тоже самое. Размеры одинаковые. Насчитаем вот этот. Так, направляющие. Так, вот прокладочки, к сожалению, вообще нет. Помножим герметиком. Ну, герметик попробуем собрать. Будет, течь не будет. Посмотрим, что результатов. Ну, хоть примере хотя бы. Если посмотрим. А со стороны будет видно, как крутится? Пожалуйста. Вот. Крутится, вертится. Все крутится, вертится. Все нормально. И так, редукты собрали. Как обычно, оператор где-то прятался. Сделал я сам все. Он на Урале полез. Все прикрутил. То есть, вот. Болты. То есть, уже цепочку натрутил. Сейчас мы ее... Ну, опять же, вот маленечко. Люфтик есть. Чуть-чуть. Как это вылечить, неизвестно. Я бы все новые подшипники все там... Пу-ханшую. Ну, немножко люфт остался. Вот. Сейчас мы закрутим цепуху. Вот таким методом. Эту гайку головочкой. Завернем. Резьба. Вот, как обычно, да? Обычная правая резьба. Будем пробовать. Мол-молен заводить. Новые колодочки поставили. Их не было вообще, в принципе. Вообще не было. Да. От слова совсем. Не было. Прорезь заводские, да? А? Прорезь заводские. Ну, да. Это, кстати, вот... Обалденные колодки вот с этими прорезями. То есть, это как бы... В них... То есть, абразив закатывается. То есть, это прикольные колодки. Гладкие, хуже. Вот, с прорезями, кстати. Лучше намного. То же самое, как на машине, допустим. Это с прорезями лучше. Ну, что? Делаем, пробуем заводить. Давай, доделать.